Студент третьего курса Николай Смородинов недавно закончил автошколу и сдал на права. Молодой водитель не первый раз пришел на краж-курс, который проводят сотрудники госавтоинспекции. Говори, когда воочию видишь, во что превращается автомобиль, попавший в аварию. Десять раз подумаешь, стоит ли нарушать правила дорожного движения. Перед тем, как сесть за руль, водитель должен осознавать ответственность за свои действия перед другими участниками дорожного движения. Молодой человек на личном опыте знает, к чему может привести невнимательность на дороге. Несколько лет назад был такой случай, что моя мама, возвращаясь с работы, переходила по пешеходному переходу. И водитель, который ехал по второму ряду, он не увидел и тоже на скорости ее сбил. Мама жива. Да, сейчас все в порядке уже. Слава Богу, обошлось. В преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается 21 ноября, сотрудники госавтоинспекции ежегодно проводят краж-курс в учебных заведениях Самары. Слушателям предлагают рассмотреть главные ошибки водителей, которые могут стать причиной серьезных ДТП. Студентам колледжа показали несколько видеороликов, снятых с места аварии и наездок на пешеходов. В каждом материале о последствиях ДТП рассказывают сами участники. Конечно, это очень затрагивает. Мы видим хороший отклик. Следовательно, в будущем, я думаю, те, кто посмотрели наш краж-курс, уже не будут нарушать правила дорожного движения и будут задуматься о своей безопасности на дороге. За 10 месяцев этого года на территории Самары произошло 910 дорожно-транспортных происшествий. Нередко виновниками аварий становятся неопытные водители. Никита Колосов, Николай Епифанов. События. Никита Колосова, 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 Никита Колосова,